Поехали, пишем. Всем доброго дня, с вами снова Волиндзап. Сегодня я расскажу и покажу, как топливные форсунки сливают в обратку, какие симптомы, как понять, как найти и вообще, как все это исправить. Смотрите, сразу же, не путайте, пожалуйста, не надо брать все под одну гребенку. Не надо брать бошевские пьезофорсунки, обычные бош, не нужно брать дэнса, только дэлфи. Сейчас у нас, то есть это видео, только про дэлфи, топливные системы. То есть, дэлфи, если мы берем корейцев, то это у нас были старенькие там евро третьи, но сейчас на данный момент, то есть, речь пойдет о евро пятом классе. Это Hyundai Grand Star X, Porter 2, 133 лошадиные силы. Также есть нюансы и моменты по ошибке 0087 еще на Grand Star X, это когда он полноприводный, да, у нас выходило видео, когда провод перетирается. Но в данный момент у нас обычный Grand Star X, поэтому здесь провод не касается. Там просто стоит двигатель выше и касается провод. Пробег 44 тысячи и уже, уже сломалась форсунка. Она в целом все тянет, все отлично, но иногда выскакивает ошибка по низкому давлению. В целом у них от 90 до 160, как бы это нормально, что, естественно, топливная форсунка, Дэлфи, там, евро пятая начала сливать в обратку. Это в норме. Тут 44. Получается, в 15-й год, чем меньше вы ездите на машине, тем больше она ломается. И вот это как раз, да, это правда. Мы это часто видим. То есть, те, кто ездит меньше, там, ездит только летом, и ломается машина чаще. То есть, если машина каждый день работает, хоть по чуть-чуть проезжает, то работает она дольше и служит. Смотрите, ошибка 0.087. По идее, она по классу, то есть, идет, относится к высокому давлению. То есть, у нас есть магистраль топливная низкого давления. Это от топливного бака до ТНВД. То есть, это топливозаборник в баке, который в салоне находится. Это топливный фильтр. Ну и там же на топливном фильтре причиной может быть датчик воды подсасывать воздух может. Также сгоревший обогрев. Сама лягушка, да, тоже бывает крайне редко, бывает, что она идет подсос в воду. Вообще, в целом, причиной низкого давления, в основном это проявляется на максимально горячем двигателе. То есть, чуть длиннее становится запуск уже, то есть, делает 3-5 оборотов двигатель прежде, чем запуститься. А заводиться должен с пол оборота, можно так сказать, да. Причиной. Это у нас недостача топлива, то есть, где-то что-то забито. Это подсос воздуха в систему. Опять же, здесь, смотрите, здесь есть момент подсос воздуха. Подсос воздуха может быть только в том случае, когда у нас ручная подкачка топлива. То есть, если у нас стоит подкачной насос, то это исключается. То есть, такого не бывает, потому что насос скачает в баке, и там, где есть разрыв, будет выдавливать топлива. У нас ручной. Ручной, поэтому подсос воздуха здесь может быть. Видите, ручная подкачка. Вот. Следующее. То есть, у нас уже подсос воздуха с топливного фильтра, сам топливный фильтр забит. И дальше. Такой из, более, как бы пошагово идем, да. Это топливная форсунка, которая сливает в обратку. Либо уже сам насос. То есть, сам насос, который, допустим, не докачивает. Так как он у нас на Евро-5 двухплунжерный, допустим, один из двухплунжеров начал работать плохо, поэтому в целом работает, заводится, но есть некий момент. У нас что? Смотрите, сейчас делаем тест на обратку. Что нам покажет тест на обратку? Тест на обратку, во-первых, покажет, сливают ли топливные форсунки в обратку. Второе. Если есть подсос воздуха, то также через обратку у нас будут идти пузырьки воздушные. Вот. Это первое, что... То есть, мы узнаем, есть ли у нас подсос воздуха или он отсутствует. Также мы узнаем, сливают ли топливные форсунки. И в любом случае, если даже нам тест обратки ничего не покажут, ни воздуха, ни сброса в обратку, это результат. То есть, это говорит о том, что надо идти дальше. То есть, здесь хорошо, идти дальше. Смотрите, по тесту на обратку много раз снимали видео, но сейчас вот именно по DELF я сейчас покажу маленький нюанс, что необходимо проверять еще, и какие при этом симптомы. Вот подкачной насос, да? Вот здесь стоит обогрев топлива. Он бывает, что плохой контакт прогорает. Неважно, евро четвертый, евро пятый, у них есть... Прогорает пластик, греется контакт. Также причиной может быть после того, как меняли топливный фильтр и, допустим, сломали датчик воды, потеряли резинку и так далее, так далее. Бывает, что сама диафрагма подкачного насоса лопается, но на таком пробеге нет, как бы это ненормально. Нужно сделать следующее. Смотрите, мы должны накачать рукой до упора и давить на нее, и она должна стоять жестко колом. Это говорит о том, что мы создали максимальное давление, сколько у нас хватило сил. Это примерно 2,2 бара, там 2,5, да, рукой. Ну, опять же, смотря у кого сколько сил. И при этом она должна стоять жестко. Если же она у нас медленно проваливается, значит ищем. Ищем, откуда уходит топливо. То есть мы уже визуально увидим либо датчика воды, либо обогрева и так далее, так далее. Сейчас делаем тест на обратку. В нашем случае, смотрите, в нашем случае неисправно топливная форсунка третьего цилиндра, она просто скидывает в обратку. Вот эту обратку советую снимать на всех европятах, советую снимать на горячую, то есть прогревать двигатель. Потому что снимается очень плохо. Это первое. Второе. Никаких отверток. Руки. Только руки. Первое. Мы шланчик сорвали, прокрутили, а потом двумя уже взялись руками и проворачиваем, вытаскиваем его. Потому что я часто вижу, что ее рвут, уродуют, там, отвертками ковыряют и так далее, так далее. То есть, по идее, сейчас вот она снимается, то есть я снимаю ее первый раз за всю ее эксплуатацию. На холодную к обратке не лезьте вообще. Так, смотрите, шланчик у нас обратки. Нет ни хомута, ничего. Просто он вставляется жестко, плотно. То есть, вот я его снял. Также, смотрите, здесь на Евро-5 обратку глушить не нужно. Когда мы делаем тест, просто рядом положили ее, в обратку туда не польется. То есть, она не зальет там ничего топливом. И также подсосов воздуха через нее не будет. К чему говорю? Потому что на Делфи топливной системы Евро-3 и 4, а разговор у нас сейчас про 5 идет, там, да, там обратку необходимо обязательно глушить. То есть, что-то вставлять, какие-то заглушки. Иначе заглохнет и в систему попадет воздух. То есть, здесь на Евро-5 этого делать не надо. Заводим. Смотрите, заводим. Сразу не нужно быть каким-то большим специалистом. То есть, у нас, допустим, либо будут все четыре одинаково, то есть это хорошо, либо там одна или две резко вырываются вперед и наливают. Та и будет причиной. Дальше мы покажем, сколько на обратку, то есть по времени, там примерно при таком давлении. Сейчас давление у нас там, допустим, 23-25 бар на холостом. Заводится. Видите, она неплохо, но проблема проявляется только на горячую и только при максимальном ускорении. И вот сейчас мы смотрим и смотрите, видим, видите, так, как-то вот так, чтобы. И вот у нас форсунка третьего цилиндра начала сливать в обратку. То есть, с третьего цилиндра у нас скидывает в обратку. Теперь, самый главный момент. Смотрите, у меня много приезжают люди, которые говорят, при резком ускорении происходит пауза, нет тяги. Именно с Делфи. Опять же, это Портер, опять же, это Гранд Старкс. Они делают тест на обратку, и все четыре форсунки показывают, что все идеально, все хорошо. Но это не весь тест на обратку. В процессе вот уже ремонта, да, и поиска я нашел еще одну гадость, которая происходит только после того, когда кто-то ремонтировал форсунки и поставил неоригинальный мультипликатор, то есть обратный клапан. То есть, без нагрузки он держит, а под нагрузку он сбрасывает. Как это проверить? Держит ли он? Необходимо поднять давление, резко поднять давление в системе, чтобы понять, держит она в обратку или нет. Здесь есть такой способ, и сейчас я вам покажу. Так, во-первых, мы сейчас, смотрите, глушим, потому что уже надо слить с колбочки. Видите, какая разница, да? Просто колоссальная, то есть где-то пять-шесть раз положенного, то есть скидывать, да. Может быть и побольше. Напомню, что у нас колбочка 100 грамм. Сейчас я вылюю ее. Сейчас мы сделаем следующее. Сейчас мы запустим также двигатель на холостом и снимем разъем с датчика давления топлива. Если кому-то неудобно, вы можете снять разъем с дозирующего клапана на ТНВД. Также вы можете снять предохранитель, вот здесь в блоке управления на ТНВД. Авто перейдет в аварийный режим, дозатор на ТНВД перестанет откроется на все, даст полный объем топлива, подымет давление. Да, двигатель будет издавать нехорошие звуки, но это не приводит ни к чему плохому. Напомню, такая проблема происходит после ремонта топливных форсутов. Если кто-то вам ремонтировал и у вас появилась проблема, сейчас объясню, какая проблема. Смотрите, я снимаю датчик неудобный. И мы видим, что... У нас также первое, второе и четвертое давление держат, а вот уже третье, она еще больше сбрасывает. Потому что мы своего рода сделали имитацию того, что мы резко дали газу. А второе побольше, давайте ремонт. Ну, второе чуть побольше, да. Но это не признак того, что нужно. Она в допуске. Опять же, я визуально уже знаю объем колбы, знаю ее параметры, сколько она сбрасывает. Опять же, сейчас на стенде вам покажем это. Еще, еще, еще момент. Также причиной, много раз я сталкивался, много причиной является топливный фильтр Сакура. Это прям такой, знаете, прям очень популярный фильтр на топливной системе, Делфи. Когда он очень часто выводит из строя топливные форсунки. Многие скажут, что Сакура там хороший фильтр, я много пользуюсь, все отлично, все прекрасно. Да, но не используйте его на топливной системе Делфи. Делфи очень капризная топливная система. Только оригинал, раз в 30 тысяч, замена топливного фильтра. Даже в каком-то видео я говорил, есть под топливную систему Делфи, под Европей, даже есть свой топливный фильтр Делфи. Он более тонкой очистки, поэтому никаких Сакура, никаких аналогов на топливную систему Делфи я вам не советую. Топливный фильтр будем ставить, вот у нас 4H900, оригинальный. Сперва меняем топливный фильтр. Также будем менять, вот он, оригинальный обратный клапан Европятой Делфи. И понадобится вот такая шайбочка. Она же окончания H100, H900 и H500. То есть на всю топливную систему Делфи, в принципе, идет одна и та же шайба. Просто разный номер. То есть, евро 5, евро 6, 3, 4, то есть на Делфи все, одна и та же шайба идет. Многие даже люди въезжают, то есть владельцы говорят, да я сам ехал там, застучал о форсунке, в дороге снял, ключами рожковыми перекрутил, поменял мультипликатор и поехал дальше. Такая вещь, что вот он, наш гадионыш, который как раз-то во всем виноват. Распылитель, игла, иглу проверяем, чтобы вот здесь не было сколов попадания, но по распылителю вопросов нет. Сейчас это после того, как почистится, помоется, я все проверю, нет ли там царапин, попадания какой-нибудь непонятных предметов. Потому что вроде бы все понятно, как все случилось, но в любом случае, то есть мы смотрим, инспекцию на наличие топливого фильтра, то есть вот он, фильтр, я сливал его в колбочку. Я всегда проверяю на наличие стружки, грязи, там чего-то еще, воды, бывает бензин, то есть тоже можно убить. Поэтому неважно, что и как сломалось, проверяется всегда все, в принципе, по полной. Так, момент затяжки играет очень большую роль. Обязательно динаметрический ключ от 40 ньютонов, потому что момент затяжки очень сильно влияет на ее работу. И до щелчка затягиваем. Мультипликатор, сам клапан обратки новый. Были случаи, когда вытаскиваем из упаковки, необходимо вытащить грибок оттуда. То есть просто стряхиваем его, можно обо что-то такое неметаллическое ударить. Выскочил, чтобы грибок. Промываю очистителем, потому что для хранения там имеется смазка. Никто не знает, сколько он хранился. Смываем эту смазку, продуваем. Наносим как раз-то вот именно в канал, куда грибок опускается. И на конус смазку можете использовать хорошее, там, не знаю, жидкое масло. То есть, пусть для двигателя будет, там, м-20, 5-20, что-то такое, да, там. Вот. Используем. И затягиваем. Затяжка очень много на что влияет. Параметры могут быть некорректные. Потом, то есть, потому что пережмете. Клаком. Скоро. Да. Я тебя слушаю. Что ты, не переживай, боишься попасть в этот. Знаешь, что хотел бы я спросить? Я тебя помню, когда у нас Махап, 11, 10-го года. Ага. ЛТшка у нас идет в Англандо. Да. А редуктор у нас задний. Блокировка только идет корейская версия. Если у меня Европа, Германия, значит он где-то. Да? Да. Ну, вообще, по факту, надо проверить. Ну, понятно. Крутануть на подъемнике. Все, добро. Спасибо. Так, форсунка у нас 700-я. Так, вот и все. И все, поехали. Закрываем, сейчас прокатываем ее. Обязательно делаем тест-план для владельца, что мы все это сделали. Правильно. Идем. Нажал правильный или дальше кнопочку надо было щелкнуть. Все нормально. Да, когда все включилось. Шайба точно так же, как и на Боша, имеет две стороны. Одна чуть виднеется такая сферическая, плоскость, а другая прямо у нас по этому. То есть сферическая вниз, плоский, вправду. Сейчас у нас происходит момент очистки, то есть топливный форкул очищается вверх от воздуха. Вот. Только лишь потом делается уже тест. Следующий тест у нас идет по обратке, то есть по нагрузке. Потом получается максималка. Максималка, обратка и подача на максималке. Потом уже дальше у нас не показывает обратку, допустим, на среднем или внизу. Дальше у нас идет средние обороты, холостой и предпрызг. Так, ну все, с форсуночки, смотрите, все успешно. Мультипликатор поменяли, обратный клапан. По распылителю вопросов нет. То есть все проверили. Проверили. Все сейчас поставим на автомобиль. Самое главное, не забывайте, при установке топливной системы, там, форсунок, или вообще при ремонте, при даже просто снятии установки, там, для каких-то действий, знаете, там, замены прокладки клапанной крышки, там, ремонта двигателя, всегда необходимо прокачать. Видимо мы снимали, то есть, как развоздушить систему, как прокачать, как запустить двигатель. Потому что топливные форсунки делки часто воздушат, и потом это может прийти к выходу их из строя. Ну, в принципе, как бы и все на этом. Здесь сейчас мы ее поставим, прокачаем, запустим, поменим. Да, в дальнейшем, конечно же, там уже, может быть, так же через 50, через 60 тысяч пойдут оставшиеся. То есть, надо будет менять форсунку второго цилиндра, либо ремонтировать, опять же, обычно, чаще всего, это происходит с четвертым. Ну, все же, то есть, уже в дальнейшем постепенно. Ремонтировать можно, менять и ремонтировать можно по одной, вот, поэтому здесь нет ничего страшного. Если подобное что-то происходит, то приезжайте, сделаем диагностику, ремонт, и уже по вашему выбору. Форсунки есть восстановленные скорее, есть новые оригинальные на складе, есть запчасти оригинальные на складе, поэтому проблем как бы с этим. Ну, все, всем пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok